Что такое? Застеснялась? Ты застеснялась? Вероника, ты кушаешь? Доедаешь? Да? Покажешь, как ты кушаешь? Вкусно! Уже в тарелочке почти ничего не осталось. Кашу! Кашу! А-а-а! Так, привет! Привет! Всем привет моим дорогим зрителям и подписчикам моего канала. Вот видите, вам машет Вероника. Сегодня будет ролик по просьбе всех моих зрителей побольше снимать детей, побольше снимать готовку. Только готовлю не я, но я буду стараться совмещать несовместимое. Так как я все-таки сейчас ухожу на хозяйство, я не знаю, к чему я тут приду. Я думаю, что здесь уже будет все готово, скорее всего. Но, тем не менее, хоть какие-то процессы я успею, наверное, поймать. Марина, не ругайте меня сильно. Я буду вам под руки туда попадаться. Не режьтесь, пожалуйста, из-за меня. Не нервничайте, не переживайте. В кадр вы не попадете. Попадут только ваши шедевры. Ваши супы прекрасные, которые вы нам варите. Да, и у нас сегодня, видите, на обед будет рассольник. Еще мы уточку хотели приготовить и пироги. Вот что я успею застать, я честно не знаю. Так, ну а пока Вероника кушает свой завтрак. Настя с Яковом смотрят мультик. Остальные ушли в школу. Я пойду на коровник. Надеюсь, никто не в обиде. Если будет, скажем так, заснято все-все-все, и вам это понравится, ролик постараюсь сделать длинным. Ну, с Богом. Еще раз всем привет. Выхожу я, видите, не рано на хозяйство, после того, как проводил детей в школу. Ну, в принципе, мы выходим с Сашей почти одновременно. Он идет пораньше, чтобы почистить навоз. А я иду... Как-как-как-как-как? А я иду доить коров. Привет, коровы! Вас кормили, нет? Привет! 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 Пока тут дойдешь до тебя, Ладушка. Привет! Привет, крошотки! Привет, крошотки! Так, ну что, ладно. Готовимся к дойке. Навоз Саша почистил. А кто-то там докладывает его, продолжает. Ты сейчас с коровом, да, кормежку? Кушайте. Ой, ты что? В лоб-то прям так. У нас такая, тут, коровка. Ну, короче, ты любя, любя, да? Ух ты! Ух ты! Принес, нашел! Синичка ты моя! Нет, ты у меня этот. Знаешь кто? Сниги! Нет, подожди, синички любят сало, а ты тоже любишь сало. Вот сейчас я увидела эти семечки. Я теперь вместо того, чтобы снимать ролик, буду семечки грызть. Ну, потому что. Я тоже синичка. Ха-ха-ха-ха. Не, мне надо вымя подмываться. Да куда ты что теперь, все? Карманы. Карманы. Есть. Любитель, ты погрызть, а? Ты куда залезла? Ты зачем туда залезла? Круто, молодец. Супер. Рада. Круто, туда залезла? Да, рад, да. Ты зачем туда залезла-то, а? Моя любимая фраза. Так, ну что ж, начнем. Знаете, сегодня я не буду использовать тележку для того, чтобы подвозить бидон. Я сделаю другой финт ушами. Я начну с дальней коровы. И бидон постараюсь максимально не двигать, а дотягиваться шлангами. Ну, а уже забирать его отсюда будет Александр. Это не потому, что я так делаю, не потому, что... Я так делаю не потому, что мне не жалко спины Саши, а потому, что ему не хочется таскать тележку сюда на дойку. Она ему нужна там на хозяйстве, поить, сено возить. Вот, ну а я, собственно... Что я? Я приспособлюсь. Так, шланга должно хватить. Да. Все хватает. Я вчера вечером так попробовала сделать, и мне понравилось. Потому, что я даже... Ну, я совсем не надорвалась, скажем так. То есть, я двигала бидон до тех пор, пока он двигался, пока он был легким. Когда он стал тяжелым, уже дойка закончилась. То есть, двигаться надо было в другом направлении. А я всегда начинала с первой коровы. Надо просто с последней. Так, присяду в свое режиссерское кресло. Нет, музыкать семечки при вас не буду, конечно. Вот. Такие вот дела. То, что мы поздно выходим на дойку, ну, я считаю, это вообще нормально. Потому, что дело-то не в том, что... Во сколько мы вышли на дойку, а сколько мы отдохнули, как мы провели это время между дойками и так далее. То есть, Саша, он, видимо, сова. Потому, что он всю работу, даже сварку, даже какие-то строительные... Вот сейчас он восстанавливает забор, мы туда сходим, к вам и покажу. И сама посмотрю. Он делает это поздно вечером, чуть ли не уже не в темноте. Ну, нравится человеку так работать. Вот меня, например, темнота в этом плане тормозит. Если темно, я не работаю, не могу работать. А вот по свету мне больше нравится. Но, опять же, я в этом плане уступчивый человек. Нравится ему так? Окей, хорошо, пускай так работает. Я подстроюсь. Слава Богу, у меня есть помощница. Я могу спокойно уйти из дома, знать, что дети под присмотром, сыты, довольны. Обед, ужин приготовлен. То есть, можно не заморачиваться. Можно, как говорится, заниматься непосредственно своим делом. Я не могу. У меня семечки в кармане. Я их трогаю, мне хочется их погрызть. Умочка! Умочка! Ума! Умочка! 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 Бидон пока еще легкий Лада дает немножко Умка в принципе тоже Они все уже сбавили как следует Четверон дают 2,5 ведра за дойку То есть 5 ведер в сутки Это очень мало Ну что делать В общем вот сейчас с этого положения Бидон я уже постараюсь не двигать А просто вот передвигаться здесь Шлангом О, ты снял да эту? Ну правильно, а что ты будешь на ней? Воду? Поедешь сейчас? Ну сейчас я тогда тоже приду посмотрю Да он очень высокий Он для чего-то другого Песка, граби Че-че? В туалету подходить? Ну пойдемте с бегом посмотрим Думаю я знаю почему мои ролики Короткими вам кажутся Потому что я ускоряю некоторые моменты рабочие Да, когда мы там что-то чистим Бегаем там, кормим, поем Вот Но в то же время я Вырезаю очень много из роликов Потому что ну где-то меня там Позвали, отвлекли Вдруг я там камеру как-то Неправильно держала, криво, косо И там нет моего лица Есть там, не знаю, мой пупок Условно говоря Сегодня постараюсь сделать Меньше монтажа Почти обойдусь без него Я надеюсь И все самое интересное останется у вас В видеоролике Как говорится, жизнь за кадром Сейчас я корову переключу И прибегу Ну ты пои пока Я сейчас приду Семечко грыз Что они такие грязные? Бодают землю что ли? Вы маленькие еще такие Вот как вас резать, а? Нет у меня там сиечки Нету Нет, там не клещ За это Опа Сейчас драться будем, что ли Ты в кубикара Он весит больше, чем ты Что? Смотри, они наш этот Электропастух дерут Конечно Что? Глянь, что они творят Они же ее расшарудят Саш Они ее испортят Она стоит А не убьет их? Фига вот Да какой убьет? Что с ними будет? Ты Она стоит, эта катушка Ну, Саш Ты посмотри, что делают Что творят, а? Зараза какие, а? Ну Давай, включай уже Ой, е-мое Электропастух дерут Ну, включай Ох, Александр Опа Есть Опа Здравствуйте, электропастух Три раза щелкнул Три раза щелкнул Улетели, что Улетели Ну, все живые Нормально Такое у нас стадо Конечно Такое у нас стадо, конечно Этих уток Гусей Развели Тут, понимаешь ли О, водичка Водица Сейчас, наверное, опять подойдут Они хоть и умные, но Пока еще не научились Ну, давай Ну, давай, давай, давай Попробуй Конечно Водичок же Водичка Не хочешь, как хочешь Давай к следующему Вези Вечером еще придешь И попробуй так же Не таскай бедра А по лугу тебе, наверное, с этой телегой не проехать, да? Да Проедешь? И что, поедешь сейчас с ней? Смотри, пьет Так, я пойду вернусь на дойку А то у меня там яшма уже доится Предпоследняя коровка Ой, гуси за мной бегут А Они еще и летают Гуси-лебеди Мамочки Вот такой вот птичий двор Ау Хорошо Что вы все какаете и какаете Какаете и какаете Одна покакает Все остальные покакают А теперь смотрите внимательно Я его Уже вот Поднять мне уже Тяжело После трех коров Вот Я беру Шланги Вот И Сейчас вот Видите, его хватит точно абсолютно Дотянуться до вымени Агата До чистого Намытого Да-да-да Вот такие сисяндра Девушка красавица Вы все свое молоко отдали На пользу многодетной семье Что ты тут ногами своими Кидаешься Вот так Александр Александр Так, ну он сейчас придет Попойка красив Ого какие Подросли Ты красавицы 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 Козелечки Свобода Да Козелечки Свобода Будете теперь тут бегать Прыгать И скакать Коза 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 Идем в моспитточку, большой-большой секрет, и не расскажем. Нет. Погуляем немножко, часочка, прям потом она будет как раз тоже капризничать, не знаешь, что. Да, все, часочек. О, просонник уже готов. Ладно, я сейчас переоденусь, пойду на летнюю кухню. Но раз уж я зашла домой, то я вам сделаю небольшой обзор своих холодильников, точнее морозильников. Что там в холодильниках интересного? Там в морозильниках гораздо интереснее, чем в холодильниках. Я думаю, такого мало у кого есть, мало кто этим может похвастаться. Итак, морозильник номер один. Что у нас тут? Вообще непонятная какая-то хрень. Ну, тут более-менее понятно. Тут тоже более-менее понятно. Дальше я не буду открывать, они очень тяжело вытаскиваются. Дальше. Ой, отдайте. Ну, тут вообще все понятно. Запасы масла, запасы творога, там какие-то ягоды, компоты или кисели, не знаю, что это такое. Короче, вот. Да. Закрыли. Дальше. Холодильник. Ну, хотела не показывать холодильники, но уж покажу. Топленое масло. Смотрится как мед, да? Топленое козье масло. Сыр. Сыр. Класс. Вот тут, вот тут, вот тут странное такое месиво. Тут и сало в вакуумной упаковке, и где-то должны быть рульки тоже убраны, и мясо, и окороки всякие разные. Ну, и вот, видите, молоко. Молоко я ставлю сюда. Почему? Потому что мне надо его охладить очень сильно перед продажей. Поэтому я его ставлю в морозильный ларь. И только после того, как оно сильно охладится, я уже могу его спокойно продавать. Вот такая вот система у меня. Погнали. Опа. Выходим. Титан! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эх. Спасибо. Что, не дашь морковку собачке? Нет? Не дашь? Не дашь. Ну, вот так вот. Вот так у нас малыши гуляют с утра. Часочек-полтора. Вот. Не, ну, кто постарше, больше гуляет. Веронике просто до сна надо часочек погулять. И уже свой режим. Эй, ты что машинки раскидываешь? Титан! Я не знаю, что ты там пила. Наверное. Молочко пила прям молоком пахнет. Вроде бы яичница только, Саша. Ой, какая сладкая девочка. Иди так! Чего вы меня отвлекаете от работы, а? Иди покачи. Мина наступишь. Смотри, Мина. Рядом. Бах, и все. Ты сейчас что будешь делать? Выгонять коров? Коровочку выгонять. Позатая. Твоя корова, да? Нацепляла-то, а? Клещи еще. Нацепляла, принесла. Вот дает, а? У вас тоже есть клещи еще в это время? Я думала, у нас уже они все отошли. Гланток у одной. Я сейчас иду переодеваться домой и на молочную кухню. На летнюю кухню, молочную кухню. Утка еще ждет. Леоночка, ты чего там лежишь? Иди ко мне. Леоночка. Леона, Леон. Ты чего? Ты чего, Леон? Леон, Леон. Сика, тика, тика. Ты такая тяжелая. Угу. Там, там. Там-тарам-там-там. 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 Там-тарам-там-там-там-там. Короче. Я пришла на летнюю кухню, а это значит, будет переработка молока. Изготовление масла. Смотрю, у меня тут варятся яйца. Это значит, что? Что у нас сегодня еще будет пирог от моей помощницы. Может быть, даже два. Вот. Она очень хотела приготовить пирог с яблуками и пирог, по-моему, с луком и яйцами. Что-то такое. В общем, кушаем мы тут разнообразно, питаемся. Полезно. Очень вкусно. И иногда, иногда продукцию со своего скотного двора, так сказать, из деревни, из первых рук я привожу своим покупателям. В Москву. Были у меня уже поездки, были и хорошие отзывы. Кто брезгует и говорит, ах, там мухи летают, там вон навоз, кошки бегают. Ну, проходите мимо. Потому что в деревне другого вы ничего не увидите. Это самое натуральное, самое деревенское, а не какое-то там фермерское или комплексное, где все поливается антибиотиками. Хотя, если честно, я тоже тут поливаю хлорочкой, содочкой, все это мою очень, кипячу, обливаю кипяточком. Но, тем не менее, здесь своя микрофлора деревенская, которая присуща всем деревенским подворьям. Так что смотрите мой телеграм-канал, обязательно следите за новостями, и тогда не пропустите поездку в Москву. Ну, а сейчас... Нет, не прощаюсь. Обещала же снимать побольше и подольше. Так что погнали дальше. На молочной кухне мы будем работать вместе. Субтитры сделал DimaTorzok И так, приступим, мои дорогие. И что же самое сложное в нашей работе, как вы думаете? Чистить навоз? Нет. Доить коров? Нет. Кормить животных? Поить животных? Нет. Ну, на самом деле, да. Но просто, на самом деле, мытье вот этих всех, всей этой аппаратуры возле коровной и возле козной. То есть дальние аппараты, сепараторы, маслобойки, сыроварни, каждый день. И это все моется, и моется, и моется, и конца и края нет. Только помыл, опять собираешь. Только помыл, опять собираешь. Мне кажется, вот эта рутина меня больше всего выматывает. Но куда деваться? Ой, горячо! Куда деваться? Мыть надо тщательно, качественно. Значит, самой соответственно. Все моется моими ручками. Мои ручки огрубели. Так что уже переносят такие помывки каждодневные. Сейчас я до мой сепаратор и пойду смотреть, как Марина замешивает тесто. Надеюсь, она меня дождется. Так, ну, у меня почти что закончено с моей сепарацией. Я еще хочу козье молоко просепарировать. Яков, сынок, не делай, пожалуйста, куличики около дома. Вон там, на площадке детской. Здесь песочек-то не надо. Кто будет убирать-то? Я? В общем, я почти закончила с сепарацией. Осталось козье молоко просепарировать, но оно пока греется. Я пойду посмотрю, что там Марина готовит к тесту, чтобы вам поделиться рецептом. Я все намыла, перемыла. Тут все чистенько, как я люблю. Все, погнали. Яков, собери ведерко, отнеси, пожалуйста. И вот туда. Ой, молодец. Вот молодец. Послушный мальчик-то, а. Подожди, я тебе шапочку поправлю. Оп. И, опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот. Только я все на глаз сразу. На глаз? Все-все-все на глаз? А глаз после этого не болит? Окей, хорошо. Для внимательных хозяюшек. Вот так вот. Последствия-то. Так сказать, оборотная сторона медали блогерства. С одной стороны, как хочется показать все, как есть. И за кадром, и не за кадром, и с монтажом, и без монтажа. А как подумаешь про то, что есть люди злые, которые найдут, откопают, и жить спокойно не дадут. Так ничего показывать не хочется. Не, я-то не боюсь. Вы же знаете меня. А вот своим близким, любимым, родным, особенно помощницам, особенно помощнице, вот в данный момент это Марина, которая, как ангел-хранитель тут моей семьи, оберегает очаг моего дома, старается для моих деток, готовит вкусно, разнообразно, ухаживает, все намывает. Смотрите, у меня дом-то какой чистый, какой порядок, который вам видно за километр. Вот, ничего не разбросано, все намыто. Вот тут витражные такие вот штучки сделали на окнах, наверное, не видно. Видно, не видно, видно. Наклеечки наклеили, вот такую красоту сделали. Ну, а я, короче, сейчас буду смотреть, что делает все-таки Марина, а то сейчас все-все пропущу. Марина делает все не просто на глаз, а на руку. Она насыпает на руку и дрожжи, и сахар, и соль. Это обезжиренное молоко с водой, 2 литра. И вот это будет сразу прям тесто, да? Никакой опары, ничего, да? Марина, можно разговаривать? Я думаю, по голосу они вас точно не найдут. Можно спокойно говорить в голос, не бояться, не стесняться. Вот, замечательно. Кстати, подумайте о том, чтобы завести свой канал, разоблачающий меня, что нет. Не хотите меня разоблачать? Ну, и зря. У вас было много просмотров, знаете, желающих сколько узнать, как там на самом деле. Что, приезжайте и работайте сами тут, все узнаете? Ну, вот это правильно, конечно. Да, кстати говоря, все, кто не верит, могут приезжать и бесплатно поработать тут, помочь. Правда, Марин? Тут работы для всех хватит. Здесь очень много работы вполне, да? Так вот, что-то заедает. Она, наверное, уже все, того снулась. Надо новенькую купить. Отлично. Ну, в общем, нам надо довести это до состояния теста. Надо же, я вот с тестом не дружу почему-то. А тесто должен быть прям такой тугой-тугой или нет? Нет, не очень тугой, слишком тугой. Слишком плотный будет, да, пирог? А формы какой будем печь? Пирожки? А это пирожки будут? Я думал, это пирог будет. Я маленьким, с тугом с яицом сделаю маленькими пирожками. Ага. А сладкий один большой. А, вот. А это все одно тесто на двоих? Или, ну, на два пирога, да? То есть они пойдут? Ну, там получится. Может, даже еще и болтчик будет. Вот так получится. Видишь, как он отлипает? Это хорошо. А то он сам отлипает. Отлипать у нас. Это все или еще? Нет, еще маленькое. Ага. А, маслица, да? Я уже наливала, но еще добыла. И что, в итоге вот это наше конечное, да? Да. А, ему теперь стоять в тепле. А вот это вот присыпание сверху мукой, это что значит? Сейчас ты не засыхала. Ага. Я думала, маслом смазывают, чтобы не засыхало. Можно и маслом, можно и мукой. Ясно. Сейчас уже их не хочу. Так, начинку мы будем из яиц, лука. Лук, яйцо. И все? И сладкий с яблоком. Ага. Так, ну что, выкладываю в пакет большого нет. Я еще подумала, у нас же есть великолепная возможность коптить уток. Мы можем отдавать вместе со свиными рульками, салом уток на копчение. Я вот никогда не пробовала копченую утку, мне кажется, это будет очень вкусно. Да уж. Вот она, наша красавица. Так, фольгу закроем. Ну что, внутрь ввести ложа? Ну да. В животах. Да. А внутрь что-нибудь ей пихать будем? Ой, яблоки. Яблоки, да. Ммм, красота какая. Она кислинку достала от яблок, Коль. Ну да. Ничего, ее не зашивать, не переворачивать, ничего не будем. То есть она будет так стоять на спинке. Она фольгу закроем, она не будет гореть. Ага. Она будет за фольгой. А когда уже там за 5-10 минут, чтобы поджарилась, с ним уберем фольгу. А картошка когда будет туда? Картошку если вы будете по рядочкам, когда вот она уже чуть-чуть по уготону будет. Так, на сколько? На 200 она у нас будет, да, готовиться? Даже на 180. На 180. Но она у нас прогрета хорошо. Да. Вот за 180, это лучше подольше, чем она. У нас, наверное, полчаса стояла, прогревалась эта наша фольгу. Это. Все. Полностью укутали нашу уточку. А, да, писали, что это не утка, а гусь. Что слишком большое для утки. А я говорю, она даже не самая большая. Даже не самая большая утка. Там еще больше были. И прям 2 часа смело, да, можно не лазить. Ну и через час посмотрим. Через час? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки. Мама, смотри, что мне Сережа подарил. Сережа? Кто такой Сережа? Попугань. Хорошая. Типа не зубик. Вау. Мам, скажи, ооо. Глянь, тетя Марина что нам делает. Видишь, какая красота. Раз, раз. Раз, раз. Быстро только. Раз, раз. Вот сколько я снимала, как эти делают пироги. Сама я так не умею. Сколько начинки это много. Ну, а что тесто есть? Ну, да. Мы любим так. Вы не знаете. Не, мы все любим. Мы тоже так любим. Просто удивительно, как оно не раскрывается. И не раскроется, да? Слушай, да, моя дорогая. Что-то у нас... Тут я тоже включила духовку. Там я утку смотрела. Она еще, еще будет час. Я маленько прибавила там. Угу. Так. Тишина, берем. Нам не нужен. Так, ну, то есть все идет по плану. Да. А пирожки сколько будут готовить? Вот сколько. Они сейчас, если все нормально, я в пределе час я все сделаю. Пирожки такие классные. Большие пирожки. А вот наши яблочки тоже на эту начинку. Да. Класс. Хорошо. Кушай, Настенька. Кушай, зайка. Яков уже спать пошел. А, то есть они должны еще приподняться. Маленько, да. И все, ставим славки. О, это пирог, который с яблоком. Я пропустила, как его начиняли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот взяла и пропустила. Обалдеть. Уже забыли. Обалдеть. Я не могу без тебя все власть. Скорее, тихо, тихо, тихо. Скорее. Ого. Какие красивые. Ай. Смотри, красивые и теплые. Еще низ надо будет подержать, потому что нормально. Все. Класс. Класс? Да. Открывайте. Отпыхиваю. А кто там откусывал? Серьезно. Никто не откусывал. Я почему все быстро в пекарне работала? Чик, чик, чик. А, вон оно что. А я-то думаю, что такая скорость-то, а? Я, кстати, не знала вот эти подробности личной жизни, когда вы мне не говорили. Нет, вы мне не говорили про пекарню. Молочком. Ну, я уже в пекарне год работала. А может, не где-то было работу. Строилась в пекарне для пищи. Класс. Опа. Яблочный. Я хочу съесть. Ой, какая красота. Класс. Класс. Ох, какой, ох, какой. Дорогие когда будет яблочные? Вот он тебе большой. Хватит? Вот так у нас тут все весело идет. Быстро. Потому что работает профессионал. Я рядом не стояла, как говорится. Ну, осталось еще посмотреть, как утка сготовится. И будет это у нас завершением ролика. Ну, а пока ставьте лайки. Не забывайте писать свои комментарии. Ну, что ж мне сегодня с языком-то, а? Да. Да. Здесь сладкие пироги с яичком. И уточку. Уточку будем кушать? Да. Точно? А что это такое? Нет, я уточку буду кушать. Почему ты не будешь утку кушать? Ты еще ее не пробовала. Это яблоко. Я думала, там это... Там яичка. Это яблоки, да? Они запеклись. Почему яблоко? Нет, она не проглотила яблоко. Мы ее так запекли. Видите, как классно? С картошечкой. Вероника, ты первый дегустатор у нас тут с Сашей. Я на ножку. Ножку мы тебе сейчас отрежем. Вот это жир, видите? Мне кажется, там весь жир уже вытопился. Ну, да. Она вон, посмотри, какая. Посмотри, сколько. Это жир, да? Конечно. Это еще жир. Тогда кушайте грудку, детки. Я тебе говорю, они не будут. Давайте. Грудку давайте, она не жирная. Ну что, мои дорогие, будем заканчивать на этой вкусной ноте. Спасибо еще раз Марине. Огромное спасибо. Низкий поклон. За вкусное и качественное питание моей семьи. Так, детки, распробовав утку, вроде бы уже не отказываются от этого вкусного мяса. Но сейчас и я попробую. Я кушаю это. Главное, где же... Дегустатор. Да. Очень. Я ему картошку подарила. Он очень взял. А нет, он три раза откусил, и она у него вся упала. Посмотрите на стол. Рада пытается съесть. Рада у нас подъедает все, что упало у детей. Мясо-то не жирно. Этот жир отделяешь, и мясо прям вкусно. Мягкое. Мягкое. Но она у нас 4 часа готовилась. Ну, сейчас это ни о чем. Она вообще была. Так что ставим лайки. Спасибо большое. И до новых встреч. Надеюсь, вы не устали смотреть такой длинный ролик. Что? Я тут-то с вами. А можно я чуть-чуть мясо съел? Вот так вот. А вы говорите, одной утки мало будет. Лишь половину не съели.